Лето. Долгожданные, большие каникулы. Больше свободного времени и, как часто, к сожалению, бывает, больше рисков для жизни, для безопасности детей. Возможно, потому все заинтересованные службы сегодня стараются максимально занять ребят. Как по-вашему, что в этом плане наиболее эффективным может стать? В настоящее время активно реализуются мероприятия по временной занятости молодежи, свободные от учебы времени, в том числе в периоды летних каникул. Подчеркнем, мы сейчас с вами говорим по большей части про школьников. Конечно. Значит, ежегодно в рамках реализации временной занятости молодежи трудоустраивается более 5000 учащихся на временные рабочие места. В текущем году уже трудоустроено более 1500. Еще более 2000 планируется трудоустроить именно в период летних каникул. Замечательный тандем. Это и хорошее времяпрепровождение, и первые лично заработанные деньги. Да, вы правы. Это первые деньги, которые дети в такой период начинают понимать, как они получают эти деньги, как они их зарабатывают. Я понимаю, что о больших суммах речи не идет. Не, ну о больших суммах, конечно, речи не идет, но в то же время какие-то карманные деньги у детей появляются, причем собственные. Если говорить об оплате, то оплата производится пропорционно отработанного времени, либо объема выполненных работ. Если говорить о тарифах, то молодежь в возрасте от 16 до 18 лет, у них тариф 3-4 рубля в час. Если от 16 до 18, то 2,3 рубля в час. Если старше 18 лет, то это 2 рубля в час. И все-таки школьники могут заработать первые свои личные деньги уже с 14 лет? Да, вы правы, с 14 лет. У нас законодательство о труде позволяет детям работать с 14 лет. Однако, стоит отметить, и здесь есть немало ограничений. И по нагрузке, и по времени. Вы правы, нормативными правовыми документами, как Министерство здравоохранения, так и Министерство труда установлены ограничения, как по видам работам, так и по физическим нагрузкам. Если говорить про детей в возрасте от 14 до 16 лет, то здесь время работы их в неделю не должно превышать 23 часа. Если говорить про время работы в день, то здесь период работы не должен превышать 2 часа 36 минут. Если дети немножко старше, то там и период работы немножко больше. То есть от 16 до 18 это уже 35 часов в неделю. И старше 18 лет это уже полноценная рабочая неделя 40 часов. Какую работу чаще всего поручаете школьникам? Ну, практика показывает, что наиболее распространенные виды работ это ремонт школьной мебели, пошив постельного белья, пошив спецодежды, благоустройство пришкольной территории, а также посадка деревьев. Кроме того, у нас они занимаются изготовлением как стендов, скамеек, всевозможных полок и так далее. Действительно, это и опыт, который пригодится в дальнейшем в жизни. Прекрасное времяпрепровождение, но и финансовую составляющую никто не отменял. Спасибо за это интервью. Успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо. 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 Спасибо.